Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева состоялось совещание, посвященное вопросам повышения эффективности реформ, осуществляемых в сфере земельных ресурсов, геодезии и кадастра. Как известно, в мае текущего года было принято постановление президента Узбекистана о мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. В соответствии с документом в целях улучшения деятельности кадастровой службы были утверждены обновленная организационная структура Государственного комитета ЕРГЭОДЕСКАДАСТР и направление ее деятельности. Это разработка и обеспечение реализации единой государственной политики по рациональному использованию земельных ресурсов в сфере геодезической и картографической деятельности. разработка и реализация государственных программ по рациональному использованию земельных ресурсов, обеспечению сохранности и охраны земель, повышению плодородия почв, усилению эффективности геодезической и картографической деятельности, создание и регулярное обновление электронной базы данных объектов недвижимости. При комитете образован фонд развития земельных отношений и государственного кадастра. Руководство комитета полностью обновлено. В его структуру дополнительно выделено 937 штатных единиц. Усилена материально-техническая база. Стоит подчеркнуть, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 3 августа 2016 года, в 2016-2017 годах была проведена полная инвентаризация объектов недвижимости, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Данная работа завершена в 8901 Махале. Всего инвентаризацию прошли 6 190 942 объекта. Из них 5 800 000 это жилые объекты. 267 963 нежилые. 38 373 дачные участки. До настоящего времени Государственному налоговому комитету в режиме реального времени предоставлены кадастровые сведения по 6 031 418 объектам недвижимости. В целях улучшения качества услуг Государственной кадастровой службы посредством внедрения в деятельность сферы информационно-коммуникационных технологий, 7 видов государственных услуг переведены в интерактивный режим. В целях осуществления контроля над землями, сево-сельскохозяйственных культур и других агротехнических мероприятий посредством эффективного использования беспилотных летательных аппаратов в реальном секторе экономики, приобретены квадрокоптеры. В ходе обсуждения была подвернута жесткой критике недостаточная инициативность руководства комитета в деле комплексного упорядочения отношений в сфере земельных ресурсов, геодезии, картографии и государственного кадастра, организации рационального и эффективного использования земель, обеспечения действенного контроля. Было подчеркнуто, что в этой сфере существует еще много проблем, требующих своего решения. Главная цель нашей встречи с вами – мы полностью обновили состав и структуру Государственного комитета Узгеокадастра. Почему? Потому что в этой сфере есть много недостатков. На протяжении многих лет в этой сфере не предпринималось никаких мер. Это так. Принятие постановления – это только первое направление. Добавлено около 1000 кадров. Это первый шаг. Если мы полностью не пересмотрим материально-техническую базу, никогда ничего не изменится. В этой сфере есть еще немало нерешенных вопросов. Во всех государствах, во всех сферах, что есть в первую очередь? Учет. А у нас все есть, но нет учета. Наступило время поставить все на место. В частности, отмечено, что из-за отсутствия системного контроля над выполнением агротехнических мероприятий и севом аграрных культур, в соответствии с договорными обязательствами, 833 фермера, взявших на себя обязательства по выращиванию зерновых культур на 13 тысячах гектарах, вовсе не произвели сев. Перед ответственными лицами были поставлены задачи разработки и реализации соответствующих мер по эффективному использованию земель, обеспечению выполнения фермерами взятых на себя обязательств. В свою очередь, на совещании было указано на то, что еще не до конца доведена работа по регистрации бесхозного имущества, выявленного в ходе инвентаризации в 2016-2017 годах. С критической точки зрения были рассмотрены существующие проблемы в деятельности комитета. Перед сферой особо поставлены задачи широкого внедрения достижений науки, повышения профессионализма и научного потенциала кадров. Насколько соответствуют требованиям специалисты, которые принимаются на новые штатные единицы, насколько они знают технологии сегодняшнего дня. Эти вопросы поставлены ребром. Специалисты, работающие на местах, обладают многолетним опытом, знают земли, но не имеют высшего образования. И президент дал указание по открытию отдельных специальных заочных отделений для таких специалистов. Кроме того, в республике 21 государственный кадастр. И в них особое место занимают объекты недвижимости. Президент дал особое поручение по усилению деятельности районных и городских комиссий по решению вопросов, связанных с незаконными постройками, незаконным присвоением земель, с жилыми объектами, на которые не имеется соответствующих кадастровых документов. Первая задача – завершение инвентаризации земельных ресурсов, создание электронной базы данных и усиление контроля организации работы с привлечением хакемиатов и других органов. Президент подчеркнул, что в этой сфере должны работать законы, порядок, дисциплина и система. И мы организуем эту работу. В частности, выявлено, что документы 1 миллиона 100 тысяч домохозяйств не оформлялись в течение более 15 лет. 145 тысяч объектов недвижимости эксплуатировались на протяжении 15 лет, не имея на то никаких документов. Кроме того, выявлено 8,5 тысяч гектаров незаконно присвоенных земель, а также 67 тысяч объектов, незаконно построенных в охраняемых зонах. В этой связи было указано на то, что органы кадастровой службы, хакемы городов и районов, не полностью завершили работы по подготовке кадастровых документов на эти объекты, признанию за ними права собственности, сносу незаконно построенных объектов. Исходя из этого, перед заместителем премьер-министра, председателем комитета ЕРГИОДЭС Кадастер совместно с местными хакемятами была поручена разработка и реализация постановления, программы и графика полной регистрации домов и земель, не имеющих кадастровые документы, решение вопросов относительно самовольно присвоенных земель и незаконно построенных объектов. Было также отмечено, что допускается медлительность по внедрению в сферу инфокоммуникации, в частности, единой информационной системы по учету недвижимости, ежедневного обмена информацией с налоговыми органами. Председателю государственного налогового комитета была поставлена задача совместно с комитетом ЕРГИОДЭС Кадастер обеспечение регистрации в кадастровых органах земель и домов, на которые не имеются документы, обеспечение полноты и постоянного обновления базы данных по ним. На совещании наш уважаемый президент подверг жесткой критике направления деятельности работников государственного налогового комитета. Первый вопрос это то, что более 15 лет на 1 миллион 100 тысяч жилых объектов физических лиц не имеется кадастровых документов. Во-вторых, на 3,5 тысячах гектарах земель около 145 тысяч объектов недвижимости действуют без каких-либо документов. На недостаточном уровне организована работа единой информационной системы учета недвижимости, не полностью сформирована база данных земельных участков и объектов недвижимости, не организованы на ежедневной основе обмен информацией с налоговыми органами. В результате местные бюджеты недополучили 140 миллиардов сумм. Все это было подвернуто критике. Эти замечания справедливые, поскольку президент несколько раз поручал провести инвентаризацию. Особое внимание было уделено необходимости совершенствования порядка регистрации земель и собственности. Это подчеркивает и то, что в рейтинге регистрации собственности, опубликованном Мировым банком, Узбекистан находится на 73-м месте. Поэтому председателю комитета ЕРГИОДЭС Кадастер было поручено в течение одного месяца внести в Кабинет Министров проект правительственного постановления по налаживанию посредством одного окна автоматизированной системы подготовки и оформления кадастровых документов и налаживанию в этой связи обмена информацией между налоговыми и нотариальными органами. Также было поручено разработать и внести в Кабинет Министров проект постановления по завершению работ по приобретению современных беспилотных летательных аппаратов, дронов для контроля над сельскохозяйственными угодьями и посевными работами, создание инновационного центра по производству в стране беспилотных летательных аппаратов.